Александр Цибульский назвал дорогу из Ненецкого округа в Коми основополагающей для развития экономики региона. О работе в регионе глава Ненецкого округа рассказал Владимиру Путину в ходе встречи с выпускниками программы кадрового управленческого резерва, назначенными в Рио губернаторов. Участников праймерис становится все больше. Сегодня заявление в предварительном голосовании подал Александр Ковязин. Вердикт не принимать. Депутаты Борсовета не приняли отчет мэра Наринмара о своей деятельности и деятельности администрации в прошлом году. Почему? Расскажет Ольга Руссу. Здравствуйте с обзором основных событий этого дня в студии Иван Никонов. Владимир Путин поздравил всех выпускников программы кадрового управленческого резерва, которые еще во время обучения осенью прошлого года были назначены в Рио губернаторами, в их числе и временно исполняющие обязанности главы Ненецкого округа. Как отметил в ходе встречи президента с выпускниками Александр Цибульский, программа подготовки была крайне эффективной и интересной для всех присутствующих, в том числе и для него. За столом с президентом лишь семь человек из почти сотни слушателей первого потока программы развития кадрового управленческого резерва. Именно они еще во время учебы были назначены исполняющими обязанности губернаторов некоторых регионов. На ваши плечи легла ответственность за качество жизни людей, можно без преувеличения сказать, за судьбы людей, потому что от того, насколько эффективно и слаженно будут работать веренные вам службы, зависит именно благополучие, а иногда и жизнь людей на территориях, которыми вы сейчас руководите. Я очень рассчитываю, что и ваше предыдущее знание, жизненный опыт, а он у вас есть, есть солидный, но и знания, полученные в ходе учебы, будут целиком и максимально эффективно использоваться для решения задач, которые стоят перед регионами, которые вы возглавили. Позади тренинги и лекции, мастер-классы, тестирование, собеседование и даже прыжок со скалы. По словам в РИО губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского, программа подготовки была крайне эффективной и интересной для всех присутствующих, в том числе и для него. Отметив два важных аспекта, один из них касается поиска новых технологических решений во многих, в том числе и социальных отраслях. Я на себе это очень хорошо ощутил. Ненецкий автономный округ является уникальным в том части, к примеру, логистических ограничений, транспортных, которые присутствуют на территории округа и в целом, и внутри него, между населенными пунктами. Населенные пункты являются довольно малочисленными, поэтому идеи по внедрению удаленного дистанционного обучения, телемедицины, они являются очень-очень актуальными. И на самом деле многие те решения, которые мы обсуждали, те примеры, которые нам показывали, сегодня помогают внедрять эти технологии или, по крайней мере, заставлять местных людей думать о том, что это неплохо. И я скажу, что не всегда это сразу встречает радостное разделение со стороны населения, но, тем не менее, если объяснять людям, что это помогает улучшать их качество жизни, они с удовольствием эту идею разделяют. Говоря о жизни региона, Александр Цибульский остановился на накопленных проблемах, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством, ветхим и аварийным жильем, отметив, что региональная власть старается ускорять темпы по переселению людей и применять новые идеи в части улучшения жилищно-коммунальных вопросов. Не оставил без внимания в рио губернатора Нейнского округа и тему строительства дороги Нарин-Марусинск. С 92-го года этот вопрос у нас длится, и, конечно, определенное уже такое общественное напряжение по этому поводу есть. Надеюсь, что мы постараемся за ближайшие 2-3 года этот вопрос закрыть, у нас он идет, надеемся, что удастся его решить. Я считаю, что это такой для нас основополагающий вопрос, потому что вся другая экономическая, другое экономическое развитие региона напрямую связано с решением этого вопроса. Потому что, конечно, иначе у любого инвестора, который потенциально даже готов прийти в регион, те издержки, связанные с транспортом, конечно, перекрывают любую экономику. В завершении встречи с выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва глава государства отметил важность того, что, несмотря на их короткий срок пребывания на должностях временно исполняющих обязанности губернаторов регионов, уже появились конкретные предложения по развитию территории. Я вижу, что, несмотря на достаточно скромный срок пребывания в регионах, все-таки вы довольно активно входите в курс дела, уже владеете ситуацией. Меня это очень радует. И конкретные уже у вас появляются предложения, здесь прозвучали и просьбы. И ясно, что это по самому характеру задаваемых вопросов и просьб, ясно, что в материале это не может не радовать. Впереди у семерки в Рио губернаторов экзамен посложнее. Сентябрьские выборы, которые станут проверкой на доверие со стороны жителей регионов. Мария Владимирова, Телеканал «Север». Обновление и омоложение партийных рядов – главный смысл ребрендинга, который проводит в ходе нынешней региональных избирательных кампаний партия «Единая Россия». Один из шагов – это вовлечение в процесс предварительного голосования активных и энергичных молодежных лидеров, которые уже зарекомендовали себя в общественной работе. Один из них – Александр Ковязин, сегодня заведующий отделением спортивной медицины Ненецкой окружной больницы, написал заявление и представил полный пакет документов для участия в предварительном голосовании, который определит кандидатов в депутаты собрания депутатов Ненецкого округа. Развитие здравоохранения, качество и доступность медицины – вот основные задачи, которые ставит перед собой 34-летний участник предварительного голосования «Единой России» Александр Ковязин. Эта тема ему близка не понаслышке. Александр, наряду с дипломом менеджера, который он получил во Всероссийском заочно-финансовом экономическом университете, имеет диплом врача-педиатра. Он – выпускник Северного государственного медицинского университета. В настоящий момент Александр Ковязин возглавляет отделение спортивной медицины Ненецкой окружной больницы. Наряду с основной работой участник праймерис занимается и общественной деятельностью, возглавляя общественную молодежную палату при собрании депутатов Ненецкого округа. Сейчас в общественной молодежной палате реализуем проект, достаточно такой нацеленный на будущее развитие, с целью консолидировать арктические молодежные парламенты в рабочей группе в рамках молодежного парламента при Государственной Думе. Так немножко запутанно выглядит, но основная цель – это консолидировать усилия молодежи, которые работают в молодежном парламенте, которые участвуют в этой активной политической жизни, для того, чтобы арктические регионы могли бы заявлять о себе, говорить о том, что необходимо им. В рамках проекта «Политстартап» Александр выбрал себе в наставники заместителя председателя собрания депутатов Ненецкого округа Татьяну Бадьян. Как потенциальный участник предварительного голосования он рассказал, почему решил пойти на предварительное голосование и о чем будет говорить на дебатах и встречах с избирателями в случае регистрации. У нас сейчас ведутся дискуссионные площадки партии. Я являюсь спикером дискуссионной площадки «Здоровье и экология». Мы встречаемся с населением и прорабатываем вопросы по реализации послания президента Владимира Владимировича Путина в регионе. Выдвижение участников предварительного голосования проходит со 2 апреля по 8 мая, тогда как их регистрация должна пройти не позднее 13 мая. К этому же сроку должен быть сформирован список участников предварительного голосования. На сегодняшний день зарегистрировалось 16 человек. Участниками предварительного голосования могут стать наши однопартийцы, сторонники, люди беспартийные, а также лидеры общественных организаций. Принять участие не могут представители других политических сил, то есть партий. Единый день предварительного голосования «Единая Россия» состоится 3 июня в тех регионах, в которых 9 сентября запланированы выборы в региональные парламенты и городские думы административных центров. Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Глава Наринмара Олег Белак отчитался перед депутатами Горсовета о своей работе и работе администрации муниципалитета за 2017 год. В своем докладе он отметил наиболее важные аспекты, рассказал о бюджетной политике муниципалитета, работе пяти подведомственных предприятий и учреждений, благоустройстве города, первых итогах реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, сносе ветхого жилья, работе с молодежью, поддержке предпринимателей и о трудностях, которые есть в муниципалитете на сегодняшний день. Из чего складывается бюджет муниципалитета и на что расходовались средства, глава Наринмара начал свой доклад с бюджетной части. Приоритеты в части формирования расходования городской казны в 2017 году был отдан тем сферам, которые непосредственно определяют качество жизни наринмарцев. Привлечение кредитных ресурсов на наиболее выгодных условиях позволило городскому бюджету погасить долговое обязательство прошлых лет и сэкономить почти 4 миллиона рублей. Объем муниципального долга составил на начало 2018 года 65 миллионов рублей. А вот в части собираемости налогов отмечается тенденция к снижению. Налог на доходы физических лиц составляет 80% городской казны. Снижение численности работающих в организациях, снижение уровня заработной платы привели к снижению поступления ДФЛ, что не способствует укреплению доходной базы муниципалитета, отметил мэр. Ну давайте мы отнесемся к городу Наримару, к административному центру, к столице. Мне просто большая просьба, да, то есть мы пересмотрели то же самое наш, как и на практике, города Архангельска, города Всероссийск, города Коткас, то есть наши соседи. У них отличается налоговая сумма обложений ДФЛ от других поселений. Кроме того, глава муниципалитета рассказал о работе пяти городских предприятий, проблемах, с которыми они сталкиваются. В частности, это критический износ городских коммунальных трасс и автотранспорта ВТП. Недостаточное оснащение техникой чистого города, иногда и законодательное разграничение полномочий. У нас существуют земельные участки, которые не относятся к категории городских земель, где чистый город может убрать мусор. Хотя фактически он это сделать можно. Но, сделав это, он нарушил бюджетный кодекс, потому что это было сделано в нем и зимние годы. Отмечая первые итоги реализации приоритетного проекта формирования комфортной городской среды, мэр акцентировал внимание на том, что направления подразумевают участие не только муниципальных властей, но и самих жителей городских районов. В этой части возникает недопонимание. Формируя городские участки, будь то швейцовое, которое здесь, допустим, не вошел, или странительное, да, то есть мы получаем некий другой эффект, когда люди вдруг потом обращаются, что площадка есть, детская площадка, там все замечательно, но мы не хотим ее содержать. Хотя у нас в истории федеральной программы все где-то смотрят, что должно быть участие городу. На начальном этапе все соглашаются, когда это все происходит, вдруг признается, что мы не хотим заражать. Примечательно, что в прошлом году сократилось обращение граждан путем непосредственного посещения. Муниципальные власти связывают этот факт с успешным функционированием интернет-приемной, работой горячей линии. Так, в 2017 году всего в администрацию поступило 1796 обращений. Этих показателей не было бы, если бы не проводилась совместная работа. Но если бы то, что у нас все исполнено на замечательную, на отличную, на оценку 5 с плюсом, но этого нет. И даже на 5, наверное, я бы не признал, что на том все отлично. Есть проблемы, которые мы должны решать. Однако депутаты горсовета не смогли оценить итоги деятельности главы администрации Нарьинмара за 2017 год. Мнения голосующих разошлись. Депутатам было предложено проголосовать за два варианта решений. По первому варианту утвердить отчет и признать работу удовлетворительной только шесть народных избранников проголосовали за. Один проголосовал против, а семеро воздержались. По решению отклонить отчет и признать работу неудовлетворительной положительно проголосовал только один человек. Против выступили шесть депутатов, семеро воздержались. В то время как для принятия решения необходимо набрать более половины голосов от установленного количества депутатов, то есть восемь. Таким образом, депутатский корпус в шестой раз не принял решение по итогам работы мэрии. Более ста трудовых коллективов Ненинского округа подтвердили участие в первомайской демонстрации. Ожидается, что в мероприятии примут участие более двух тысяч человек. В прошлом году на митинг и шествия вышли 119 организаций. Первомайское шествие традиционно начнется на улице Смедовича, район дома номер 11. Сбор трудовых коллективов и формирование колонн будет проходить с 10 до 10.30. Как отмечают организаторы, для каждого коллектива в местах формирования колонн будут установлены таблички. В 10.30 все участники шествия по улице Смедовича направятся на площадь Марацей. В 11.00 на центральной площади города начнется митинг-концерт. Во время первомайской демонстрации пройдет конкурс на лучшее оформление колонны среди предприятий и организаций. Конкурс проводится под девизом «Труду весне и доброте дорогу». Приурочен Году добровольчества в России и Году оленеводства, объявленному в Ненинском округе. Оценка оформления праздничной колонны будет проводиться конкурсной комиссией. Среди критериев оценки тематическая выдержанность оформления, посвященную Году добровольчества и Году оленеводства. Оригинальность оформления – отражение специфики работы организации, художественное оформление, костюмы и элементы украшения. Звуковое оформление – девизы и кричалки. Победители объявят сразу после шествия во время проведения митинг-концерта. В 2017 году приз получила колонна коллектива Ненинской специальной коррекционной школы интернета. В поселке Искатели установят скульптуру первым геологам Крайнего Севера. Решение о финансировании проекта принято администрацией Ненинского округа. Средства будут выделены в рамках соглашения, заключенного с Паулу Койл. Скульптура первым геологам Крайнего Севера будет установлена в сквере геологов и приурочена к 60-летию с начала геологоразведочных работ на территории округа. Бронзовая скульптурная композиция высотой 2 метра 60 сантиметров представляет собой геолога с рюкзаком за плечами, со специальным молотком в руке, одетого в теплый расстегнутый бушлат и унты, забравшегося на высокую скалу и рассматривающего дали. Планируется, что памятник появится в сквере геологов. Как пояснили в администрации поселка Искателей, контракт на приобретение и установку скульптуры будет заключен до 3 мая. Сами же работы, согласно условиям, должны будут быть выполнены до 1 сентября. В 2018 году также планируется наградить памятной юбилейной медалью 60 лет геологии НАО 200 человек, проработавших в геологических организациях не менее 15 лет. Кроме того, запланировано вручение 3000 нагрудных юбилейных знаков всем, кто обеспечивал развитие геологии и комфортные условия работы геологов Ненецкого округа. Доставить донесения в штаб, превозмогая военные тяготы под звуки канонады, собрать посылку на фронт, написать солдату письмо из будущего. Окружной кровеческий музей в преддверии 9 мая проводит интерактивную игру для младших школьников. Поучаствовать в ней могут все желающие в возрасте от 5 до 11 лет. И послал солдат немецких. Против всех людей советских. Это значит против нас. Участники интерактивного занятия – младшие школьники. Сегодня в преддверии Великого дня, Дня Победы, сотрудники Окружного краеведческого музея подготовили для них урок. Посылка на фронт – это проект, который помогает самым маленьким понять глубину и масштаб той ужасной войны и радость победы. Вместе они собирают посылку неизвестному солдату. Для бритья не отправляем. Конечно, пускай ходят бородатые. Во время занятия ребята участвуют в игре «Донесение», пытаясь доставить важный пакет в штаб под звуки бомбежки, преодолевая различные препятствия. 73 года минуло со дня окончания войны, но правнуки помнят подвиг героев. Благодаря родителям хранят и пересказывают семейные истории. Ну, я не знаю, но я знаю, что мой дедушка Вова воевал на водне. Когда за ним побежали двое с автоматами, он убежал и спрятался где-то за лес. Потом они его искали, а не нашли. А он спрятался в кустах и выстрелил. Дедушка Дима пока на море воевал, а потом на траве с немцами. Патриотические занятия для подрастающего поколения в Краеведческом музее, особенно в преддверии 9 мая, добрая традиция. В этом году как-то поособенно слушают все, что касается военной тематики. Возможно, вокруг себя слышат какие-то разговоры о войне. Мир неспокоен, к сожалению. Поэтому их глаза, их мысли, они рассуждают, думают. В конце занятия школьники написали свое письмо на фронт. Рассказали солдатам, которые в те страшные годы защищали нашу родину, о том, как живут сейчас. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». И на этом пока все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте, адрес trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...